МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И сегодня в выпуске. Диалоги о селе. Традиционно экономический форум прошел в Шигарданах. Родня и родина. Почему так важно знать свою историю? Новый год в новой семье. В Чуваши стартовала акция. Желающие на время каникул могут пригласить ребенка из детского дома. Итоги года без одного месяца обсудили сегодня на традиционном совещании главы Чуваши с правительством республики. В целом, все основные показатели по сравнению с прошлым годом увеличились. Однако есть и сложности, вполне ожидаемые, к слову. Увеличено промышленное производство 103,5. Здесь мы планируем, что погода будет 103,8-104%. По сельскому хозяйству 102,5% сегодня. Тоже погода это будет порядка 102-103,5%. Рособъемы жилья растет. Реально располагаемые движения дохода 104,7%. Примерный уровень сохранимый. Расширение оборота розничной торговли 101,9%. В то же время ряд предприятий вынуждены корректировать свои планы в сторону уменьшения. В первую очередь это концерн-тракторные заводы, химическая отрасль. Зато реальный сектор экономики показывает неплохую динамику. В малом бизнесе сегодня действуют 46 тысяч предприятий и организаций. И налоговые поступления от них превысили 2 миллиарда рублей. Негативные последствия экономической нестабильности в Чувашии проявляются не слишком остро. Массовых сокращений нет. Более того, республика достаточно успешна на общем фоне, заметил руководитель службы занятости Сергей Дмитриев. В целом, по показателю трудоустройства граждан, Чуваша занимает второе место в Российской Федерации. Но сказать, что негативные тенденции вообще не затронули Чувашии, было бы неправдой. Внешнеэкономическая деятельность предприятий сократилась. Глава Чувашии вновь заострил внимание на необходимости внедрения импортозамещающих технологий. Разработкой дорожной карты национального рейтинга инвестиционного климата занято Минэкономразвитие. На основании пилотного проекта агентства стратегических инициатив уже составило перечень лучших практик внедрения инвестиционных стандартов. Сокращение количества разрешительных процедур, устранение других препонов, лицензирование, совершенствование законодательства – это и многое другое найдет отражение в дорожной карте. Обсудили итоги недавнего экзамена. Напомним, выпускники впервые после долгого перерыва писали сочинение. Из шести с лишним тысяч человек 99% получили зачет. Это неплохой показатель. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Зарядка со звездой в Чебоксарах и Новочебоксарске из разовой акции превратилась в систематическую. Это одно из всем доступных масштабных спортивных мероприятий. И таких массовых акций должно быть еще больше. Сегодня на Координационном совете при главе Чуваши обсудили, как работает национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Ни для кого не секрет, что физкультура и спорт – самый эффективный способ формирования здорового образа жизни. Около 40% школьников систематически занимаются различными видами спорта. К концу 2015 года планируется привлечь в спортивные секции каждого второго школьника, отметил министр спорта Сергей Мельников. В качестве пилотных проектов в столичных школах сформированы специализированные спортивные классы по самбо. Третий час физкультуры во многих образовательных учреждениях используется для занятий в секциях. Учителя физкультуры и тренеры личным примером должны прививать любовь к спорту и заинтересовывать своих подопечных, подчеркнул глава республики. И загруженность школьников 9-11 классов не должна мешать систематическим занятиям спортом. Бассейны в школах, например, можно посещать как до уроков, так и после. Тем более, что спорт – это профилактика множества заболеваний. Мы и формируем наши показатели здоровья наших детей. Это диспансеризация профосмотра, это диспансерное наблюдение за детьми, которые уже страдают хроническими заболеваниями, и профилактика неинфекционных заболеваний. Особое внимание в связи с посланием президента страны хотелось бы обратить на это, и это мы будем делать в рамках всех наших мероприятий, о которых я скажу в дальнейшем. То есть неинфекционные заболевания – это болезни системы кровообращения, это онкологические заболевания, это болезни органов пищеварения и сахарный диабет. Прежде всего, эти пять основных заболеваний, они зависят от факторов и от ведения здорового образа жизни. Школьники – это будущие родители, поэтому формирование у них здорового образа жизни – это крепкий национальный фундамент, подчеркнула Татьяна Богданова. Глава Чуваши отметил, что еще одна важнейшая составляющая здоровья детей – это питание, и необходимо уделить пристальное внимание школьным завтракам и обедам. Модернизация школьных столовых в республике практически завершена, а в Чубаксарах ее результаты уже оценили ребята и их родители. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Диалоги о селе, как развивается малое предпринимательство в муниципалитетах, обсуждали на традиционном экономическом форуме в селе Шагарданы. Он проходит уже в четвертый раз и собирает не только экспертов, но и представителей различных религиозных конфессий. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Жизнь на селе меняется в лучшую сторону. Причем, отмечают эксперты, устойчивое развитие глубинки сейчас зависит от активности предпринимателей. Последние годы инвесторы стремятся реализовывать свои проекты подальше от городской черты. Местным властям ставят задачу устранять на корню барьеры, которые сдерживают бизнес. В республике для него стараются создавать благоприятную среду. По всем макроэкономическим показателям мы завершаем текущий год лучше, чем 2013 год. Потребительский рынок развивается, реальные располагаемые доходы тоже развиваются. Но в то же время требования времени доковы, дополнительные вызовы в течение текущего года. Поэтому организации коммерческой направленности, да и мы в бюджетной сфере корректируем свои показатели. Село Шагарданы на этом форуме ставили в пример другим. Количество малых предприятий здесь увеличивается каждый год. Открываются магазины, создаются личные подсобные хозяйства. К примеру, местные фермеры поставляют мясо в другие районы и далеко за пределы региона. Но занимаются в муниципалитете не только разведением скота. Морковь, лук, сивок, столовая, свекла – все это тоже бренды Батрева. Спрос на эти продукты большой, но необходимо задумываться и об их реализации. Открываем современные магазины для реализации собственных товаров. Сегодня в уровне мирового масштаба, который эти проблемы решать, нам никто ниоткуда не приедет, если мы на местах не будем решать сами. Сегодня ту продукцию, которую мы выращиваем, должны перерабатывать и реализовать для собственного населения по тем доступным ценам, которые они сегодня должны быть на прилавках. Таким ассортиментом покупатели могут порадовать разве что городские супермаркеты. На полках этого торгового центра представлены в изобилии продукты чувашских и татарских производителей. Причем магазины отказались продавать табак и спиртные напитки, но он все равно приносит неплохую прибыль. Гости форума отмечают, что это хороший пример честного ведения бизнеса. В Шигурдане со своими наработками приехали и представители зарубежных организаций. С ними планируют наладить тесный диалог. Важно, чтобы была площадка для общения представителей агропромышленного сектора и тех людей, которые занимаются бизнесом в селе с властью. Мы, исходя из этих благих намерений, создали эту площадку. Она сегодня стала узнаваемой. Само время показывает, что эта тема очень актуальна. Мы уже четвертый раз проводим сельско-экономический межрегиональный форум, шагарданское чтение. И современные ситуации, связанные с санкциями, показывают, что мы на правильном пути. Местных бизнесменов стимулируют и санкции других стран. Сейчас предприниматели вынуждены повышать качество услуг. По прогнозам экспертов, такая ситуация должна пойти на пользу. Количество малых и средних предприятий в следующем году увеличится. Вообще, шагарданы ставят не только экономические рекорды. За последние годы здесь повысился уровень рождаемости и сократилось количество разводов. Почетные гости даже сравнили шагарданский диалог с экономическим форумом в Давосе. Если в этом европейском городе проживает 10 тысяч человек, то в селе Шагарданы более 6 тысяч. В растущем селе скоро появятся и новые улицы. Окраина Шагардан сейчас активно застраивается. В следующем году здесь будет возведено более 150 домов. К ним уже прокладывают водопровод и дорогу. А ближайшее время здесь начнут строить и спортивный комплекс. Митрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Деятели культуры и сотрудники отрасли завершают тематический год. Опыт, накопленный за это время, решили обсудить на Большом форуме. Одной из самых многолюдных стала секционная площадка «Генеалогические исследования. Живая связь времен». Что означают наши имена? Какое оно родословное древо? И существует ли связь между прошлым и настоящим? Многие люди задумываются об истории своей семьи. Изучение жизни предков позволяет усилить связь с предыдущими поколениями, проверить некоторые семейные легенды, наконец найти повод для заслуженной гордости. Каждый человек обязан знать свой род, историю своей семьи. Потому что, зная свой род, уже можно понимать, чем занималась ваша семья в древности и так далее. Это уже определяет круг и интересы человека в будущем. Не зря же говорят, что генеалогия – это надежда на будущее и связь с прошлым. Одна из базовых проблем, перед которым стоит российское общество повсеместно, это потеря памяти о прошлом, своем семейном прошлом. Люди, как выросло поколение людей, которые ничего практически не знают о своих прадедах и прабабушках, и я уж не говорю о более ранних поколениях. Наша задача способствует восстановлению памяти. Потому что люди как бы были, и о них ничего не осталось. Наша задача – извлечь из забвения эти имена. Связь со временем в Чувашии помогают поддерживать не только генеологи-исследователи, но и Министерство культуры России. Ведь наши предки живы, пока мы о них помним. А у тех, кто сегодня создает свою родословную книгу, есть надежда. Надежда на то, что в памяти своих потомков они будут жить вечно. Именно это и делает человека частью своего рода. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. До старта приемной кампании в ВУЗ еще более полугода. Однако в минувшие выходные у школьников была возможность заработать серьезные бонусы к поступлению. В Чувашии прошел отборочный этап Олимпиады надежды энергетики. Сейчас это просто школьники, а в будущем именно те, кого так не хватает в стране – инженеры. Старшеклассники с такими планами на будущее участвуют в Олимпиаде надежды энергетики. Организаторы ведущие энергетические вузы страны и соревнования проводятся по трем дисциплинам – математика, физика и с недавнего времени информатика. Если для энергетической отрасли эти светлые головы надежды на будущее, то для школьников Олимпиада – реальный шанс поступить. В 11 классе кто получает высокое призовое место, тот, даже имея не самые высокие баллы в ЕГЭ, имеет шанс, высокий достаточно, попасть в университет, в институт, в вуз на льготной бесплатной основе. Олимпиада надежды энергетики, она входит в перечень во всероссийских олимпиад, которые дают преимущество при поступлении в наш вуз, московский энергетический, и в другие вузы страны порядка 24. То есть победители-призеры этой олимпиады, заключительного этапа олимпиады, они имеют право поступать в категорию «поступать без экзаменов», либо, ну, в зависимости от кого место, какое место заняли, получают 100 баллов. Победители отборочного этапа на заключительный тур отправятся в Москву. Там у наших ребят неплохие шансы, отмечают представители жюри, которые не в первый год приезжают в Чувашию проверять работы. Участники олимпиады, они хорошо знают материалы, находятся в этой теме, и они показывают, все шесть лет показывают самые высокие результаты. У нас большое количество победителей, призеров из лучших школ республики. Представители жюри остались довольны организацией и детьми, но отметили, хорошо бы видеть побольше учеников сельских школ. Сейчас среди участников в основном школьники Чебоксара и Новочебоксарска. В век технического прогресса современное поколение можно застать не только за конструированием и проектированием, но и за чтением книг. Изменился формат чтения, но читать меньше не стали, уверена главный редактор профессионального журнала «Библиотека» в школе Ольга Громова. На творческой встрече писателя с библиотечным опытом работы побывали и мои коллеги. Заставлять детей читать – занятие неблагодарное, считает Ольга. Наше поколение отнюдь не пропащее. Оно читало, читает и будет читать. Время не стоит на месте, и это нормально, что книгу в переплете сегодня заменяет электронный ридер. Я не верю в то, что современное поколение читает меньше. Оно читает по-другому, оно читает другое, оно читает часто в другой форме. Покупка книг, хождение в библиотеку и чтение – это разные процессы, и они совсем не обязательно напрямую связаны. В рамках творческой встречи состоялась презентация книги «Сахарный ребенок». Несмотря на название, книга повествует совсем не о сахарной жизни. Это подлинная история девочки, которая в 30-х годах 20-го века оказалась дочерью врага народа. И девочка, и ее мама были высланы сначала в лагерь, а потом в ссылку, как члены семьи изменника родины, как тогда называлось это. И вот, собственно, эта история о том, как они там жили. История, рассказанная маленькой девочкой, удивительна тем, что в ней нет отрицательных персонажей. И дело не в избирательной детской памяти, а в том, что хороших людей все же больше, чем плохих. Именно умение сопереживать и помогать друг другу и помогло героям книги выпутаться из тяжелой жизненной ситуации. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в 8 вечера на нашем телеканале смотрите проект «Такие же». Это программа о людях с ограниченными возможностями здоровья. Герои выпусков – жители нашей республики. У каждого своя история и своя трагедия. Но они не унывают, не замкнулись в себе. Наоборот, многие могут служить примером и для здоровых людей. В этой серии вы увидите, насколько чебоксары соответствуют требованиям программы «Доступная среда». Мы протестировали пандусы, установленные на входе в общественные места. Смотрите проект «Такие же» 15 декабря в 20.00 на Национальном телевидении. 12 и 13 декабря команда правительства Чувашской Республики принимала участие в футбольном турнире «Кубок Сотружества» в Москве, посвященном Дню Конституции России. В нем определились лучшие среди сборных команд, правительств и парламентов, субъектов Российской Федерации. Игры проходили в лихоатлетическо-футбольном комплексе «ЦСКА». Поддержать первый в истории турнир «Кубка Сотружества» приехали команды Совета Федерации и Министерства обороны России, правительств Архангельской, Нижегородской, Ростовской областей и Республики Южная Осетия, а также хозяева турнира команды оргкомитета «Российский национальный олимп». Для неофициального общения лучше повода, чем спортивные мероприятия, не придумаешь. Именно они, как нельзя кстати, по мнению организаторов, способствуют пропаганде открытости власти во взаимодействии с гражданским обществом и формированию здорового образа жизни участников. Я хочу передать ваши самые добрые пожелания. Мы один народ, жили-живем, жить будем вместе. Об этом недавно очень уважаемый Владимир Владимирович Путин говорил. 123 нации народности. У нас веры разные, религии разные, молитвы разные. Все равно у нас Бог один и вместе нас собирает. И мы создали, создаем и будем сказать, величайшую, могучую державу, нашу великолепную Россию. Павел Бородин в любительском футболе далеко не новичок. Примером тому послужили пять мячей подряд, отправленные им в ворота команды Министерства обороны России. В ходе игр каждая из команд, естественно, настроена на результат таков уж спорт. Приятно встретиться, пообщаться с коллегами. И думаю, что такой турнир, он объединяет народу. Я думаю, что результаты турнира, они не столь важны. Важны вот эти встречи. Игра есть игра. В игре всегда побеждают сильнейшие. Значит, мы примерно с осетинами в одном весовом, так сказать, формате играем. Могли забить они, могли забить мы. Нам везло чуть больше в плане моментов. Ну, не забили. Не забили, ну что сделаешь. Забили два мяча. Один себе и один им. Пока мы по количеству бомбардиров идем впереди на первом месте. Ничего, бывает. Бывает. Игра всегда такая штука. Надо собраться и играть свой рисунок. И всегда потом будет результат. В итоге места были поделены на две группы. Серебряный и Золотой плей-офф. В Золотом плей-оффе первое место присуждено Совету Федерации Российской Федерации и Профсоюзу Связи России в Серебряном плей-оффе, соответственно. Наша команда заняла пятое место в Серебряном плей-оффе. Самым техничным игроком был признан Иван Моторин, председатель кабинета министров Чувашской республики. Словом, турнир состоялся. И не без поддержки наших болельщиков. Мы, как представители Чувашии здесь, в Москве, пришли поболеть за нашу родную команду. Не только я один, но и мои друзья, представители московского Чувашского землячества. Сегодня уже второй день. Мы получаем огромнейшее удовольствие. Мы сегодня очень много земляков собралось в качестве зрителей. Нам это очень понравилось. Мы собрали здесь молодежь, спортсменов, детей, поболеть за наших, за Чувашскую команду, за наше правительство. Итак, итоги турнира подведены. Призы вручены. Настроение получено. До встречи на Кубке Содружества 2015. Родион Архипов, Александр Петров, Кубок Содружества 2014. Москва. 16 декабря Таван Радио отмечает свой первый день рождения. Ровно год назад наши коллеги на волне 103FM вышли в эфир в Чебоксарах и Новочебоксарске. Двуязычный радиоканал сразу же привлек внимание слушателей необычным соединением современной российской и чувашской музыки. Завтра, в свой день рождения, радийщики в течение всего дня будут радовать слушателей подарками и хорошим настроением. А в 19 часов Таван Радио приглашает всех на праздник в торговый комплекс «Мегамол». Без сюрпризов не обойдется. Подробности на 103FM. К другим новостям. В республике стартовала акция «Новый год в новой семье». Суть акции заключается в том, чтобы пригласить воспитанников детских домов и школ-интернатов в свою семью на каникулы и выходные дни. Таким образом, дети, оставшиеся без родительской опеки, тоже смогут в полной мере ощутить радость и волшебство Нового года. Саша и Вика, сестры, живут в детском доме. Недавно их подружку взяли в приемную семью. Она к нам позвонила по телефону и сказала, типа, поедешь к нам на каникулы. Опекуны Владимир Федорович и Елена Васильевна поддержали идею пригласить девочек на каникулы к себе домой. В семье Бураковых трое родных детей и двое приемных. Бассейн, так планируем, на каток, ледовой дворец. Потом у нас Павлик рыбачить любит. Планируем на зимнюю рыбалку. Уже вот это интерес у нас у самих. Акция «Новый год в новой семье» в республике объявлена впервые, но дни открытых дверей в детских домах проводятся регулярно. Благодаря этому ребята находят новые семьи. К примеру, из Чебоксарского детского дома в этом году забрали 11 детей. Из дома малютки – 12. Сергей, мы познакомились здесь, в детском доме, когда мы, получается, забирали другую девочку. 12 лет, у нас есть уже приемный ребенок один. Вот мы ездили с ней, брали ее на выходные, на каникулы. И пока ездили сюда, как-то так приглядывались с Сергеем, вот подружились с ним, поняли, что мальчишка вообще классный. Вот, все лето потом жил он у нас. Вот, Юлю мы уже к тому моменту забрали в декабре. Все лето Сергей жил у нас. И вот сейчас, получается, в ноябре мы забрали и Сергея. Новый год – время волшебства. И Министерство образования Чувашской республики решило помочь исполнению желаний воспитанников детдомов. Ведь почти все они пишут Деду Морозу, что хотят иметь родителей. Граждане, желающие принять ребенка на воспитание в свою семью на период каникул, праздничных и выходных дней, могут обратиться в орган опеки и попечительства по своему месту жительства с заявлением о временной передаче ребенка в их семью. Для получения заключения органа опеки гражданину необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сведения об отсутствии судимости у гражданина и медицинское заключение. После предоставления необходимых документов специалисты органа опеки и попечительства выходят по адресу гражданина, обследуют жилищные условия и, если все в порядке, делают положительное заключение. Акции «Новый год» в новой семье проводятся с 10 декабря по 15 января, а 20 декабря в Чебоксарском детском доме состоится день открытых дверей. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. В преддверии Нового года почувствовать себя Дедом Морозом может каждый желающий. Для этого совсем не обязательно рисовать красный нос и надевать ватную бороду. Стать добрым волшебником можно, создав чудо для самых маленьких жителей нашей республики. Как это было, расскажут мои коллеги. А я с вами прощаюсь. Увидимся в это же время национальном телевидении Чуваши. Еще минуту назад в их глазах были проблески сомнения и непонимания. Но веселые конкурсы, шумные игры и, самое главное, искренний интерес к каждому ребенку сумели вызвать улыбку даже у самых серьезных малышей. Создание праздников для детей из детских домов стало доброй традицией для сотрудников ресторана «Беркут». В этом году новогоднюю елку посетили воспитанники Чебоксарского детского дома. Акция «Добра» началась с поиска мешка с подарками, который утащила Кикимора. Помогала ребятам не только Снегурочка, но и собственная смекалка. Слушайте внимательно. Теперь попробуйте отгадать. От этого зависит. Найдем сами подарки. Итак, первый заказ. На заборе по утрам пукарекал чем-то? Ру-ру! Кто? Питуху! 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 Ай-яй-яй! Питуху пукарекает у нас! Питуху! Питуху! После успешного прохождения всех испытаний ребята получили заветные подарки. Однако чудеса на этом не закончатся, заверил Зетишев директор ресторана. В новом году ребят ожидает еще не одно сказочное мероприятие, которое будет организовано коллективом ресторана «Беркут».